Хорошо, драгоценные, здесь есть люди, которые любят свою церковь. И я люблю. Аллилуйя, я в правильном месте. Слава Иисусу! Спасибо Богу за то, что Он дает нам ревность по Своей Церкви. И сегодня я хочу поговорить на такую тему «Сила единства Церкви». Знаете, настолько важно нам понимать, что если мы будем в единстве, то мы не 10% города нашего спасем, а весь город Каменская, весь город он будет у ног Иисуса. И это только начало, потому что и до предела земли написано. Поэтому верим, что если мы будем в единстве как церковь, то Бог будет использовать нас. Потому что Бог избрал Церковь свою как инструмент. Мы с вами как инструмент. Вот каждой отдельности, да. Но, знаете, все Писание, я исследовала Писание, где Бог говорит конкретно, вот Ефесяна, там вроде бы сказано, что вот как бы для меня. Но Бог говорит не для меня лично. Бог говорит для Церкви. Поэтому, когда мы слышим то, что Церковь, мы сегодня идем достигать людей. Мы должны понимать, что я Церковь, я принадлежу Церкви. Это моя задача, и Бог мне доверил быть в этой Церкви. И слава Иисусу Христу за то, что Бог дает возможность нам сегодня быть в единстве. Потому что это то, что мы сможем, Бог сможет через нас сделать такую большую-большую работу свою. Хорошо, драгоценные. Сегодня мы, конечно же, будем учиться из Слова Божьего. И Евангелие от Иоанна, 17 глава, молитва Иисуса. И если мы с вами прочитаем с 20 по 23 стих, где Иисус молился о нас с вами. Представьте себе, что нас даже в проекте не было, а Иисус уже молился о нас. Давайте почитаем. 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Смотрите, в двух стихах, 21 и 22 стихе, Бог говорит четыре раза едино. Два стиха, четыре раза Бог говорит едино. Знаете, я посмотрела, вот именно в этом контексте, что обозначает слово едино. Именно в этом контексте, в этих стихах, слово едино означает, что это передает близость и участие. Глубоко интересуются друг другом до такой степени, что становятся одним. Драгоценные, я хочу еще раз прочитать. Передает близость и участие. Глубоко интересуются друг другом до такой степени, что становятся одним. И здесь же в Евангелии, 10 глава, 30 стих, написано «Я и Отец одно». Так вот этот 23 стих, где мы с вами читаем, «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». Здесь другой перевод говорит, что «Я и Отец одно». Спасибо тебе, Господь, за то, что мы, как церковь, мы едины. Если мы с вами будем едины в нем, Бог сможет через нас, как через церковь, продолжить, вернее, ту работу, которую... Потому что Иисус говорил здесь, что Он уходит. И Он просил Отца о том, чтобы не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. По слову чьему слову? Апостолов. Иисус знал, что апостолы поднимут учеников, ученики поднимут. Кому-то из нас кто-то сказал. Мы уверовали по слову. Аминь. Спасибо, Господь, за то, что мы единая церковь. Аминь. Но сегодня я хочу также поговорить, что, смотрите, мы, конечно же, мы знаем, да, с чем, ну, можно, как образы, да, церковь как образ в Библии. Что это? Это новая жизнь, люди. Ну, с чем, с чем церковь мы можем убить? Тело Христа. Слава Иисусу. Кто сказал? Марина, молодец. Алена. Спасибо. Смотрите. И мы все знаем. И, слушайте, меня настолько радует, что Бог, зная, как обращаться к своим людям, к своим детям, которые будут. Потому что, допустим, если мы будем читать Библию и какую-то притчу, нам нужно узнать культуру, нам нужно узнать историю, как, почему Иисус так говорил, что Он имел в виду. Но здесь церковь как тело Иисуса Христа, то есть нам даже не нужно изучать культуру страны, нам не нужно узнавать, а где там мы, мы понимаем тело, да? Потому что каждый из нас имеет тело. И мы понимаем, что такое тело, что такое члены в нашем теле, какую функцию каждый член в моем теле играет, не играет, как правильно слово сказать, восполняет, да? Вот. Поэтому нам даже представлять не надо. Спасибо Господу за то, что Он настолько видел, что каждый человек, Он понимает, я в Иисусе. Первое Коринфянам, двенадцатая глава, по-моему, я не писала туда, сейчас быстро найду. Да, двенадцатая глава, двадцать седьмой стих. И вы тело Христово, опорознь члены. Но вы знаете, точно так же, как в нашем теле, вот мы же знаем, да, что, ну, вот так вот я вижу себя, ну, тело, но внутри есть члены, которые не видно. Мы не видим наши, там, сердце, почки, печень, но они играют важную роль в теле. Даже очень важную. Даже, ну, я бы сказала, что не так наши внешние, да, какие-то органы играют такую роль, как вот внутренние. Точно мы с вами, как церковь, мы с вами наделены дарованиями. Дарованиями, которые Бог нас наделил. Давайте с вами откроем римлянам. Двенадцатую главу. С шестого по восьмой прочитаем. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай. В простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. И мы видим, что мы имеем дарование от Господа. Но точно так же, как в нашем теле есть... Ну, мы же знаем, что у нас есть кости. Но смотрите, иногда так бывает, не дай Господь, мы можем упасть и сломать. Кость поломается. И у тебя уже в теле какой-то дискомфорт. Уже твоему телу приносит и боль, и неудобства. Потому что если это рука, то или нога, ну ты понимаешь, ты не можешь там что-то делать рукой, передвигаться нормально. Точно так же и дарование наше. Мы смотрим каждый по тому дарованию, на какую-то ситуацию, по тому дарованию, которое у нас есть. Я хочу привести вам пример, чтобы вам было более понятно. Смотрите. У каждого из вас сейчас мысль, что она делает. Да? И представьте себе, что сегодня пастора Влада нет на служении. Человек, который имеет дар пророчества, он будет думать, о-о-о, это пророческое действие, что-то говорит, наверное, о последнем дожде. Точно. Господь, слава тебе, благодарю тебя за то, что уже есть пророческое действие. Человек, который имеет дарование служения, он будет сидеть и думать, господи, где же ту тряпку взять, чтобы вытереть, и никто бы не видел. Как я иногда думаю, да подайте кто-нибудь пастору Владу, чтобы он вытерся, потому что с него течет. Да что ж это такое? Ну это дар служения, да? И ты уже ничего не можешь сделать, ты хочешь встать и пойти и сама дать, потому что, ну что ж такое? Ну а человек не имеет этого дара. Человек, который увещеватель, да, что он будет делать? Он будет так, послушай, все хорошо, не переживай. Она больше не будет лить, не переживай. Я буду на ней, она говорит, пастор, да не переживай, все нормально, мы вытрем, и все будет. Не уходите со служения, она больше не будет этого делать. Это увещеватель, для нее будет важно, чтобы все было и везде хорошо, и пастору, и всем, кто в церкви. Учитель. Учитель будет думать, где она вообще это в Библии видела? И вообще, что это такое? Он будет соседа толкать и говорить, слушай, ты вообще в Библии это видел? Ну, подожди, пастор Влад приедет, мы пойдем к нему. Что это такое? Конец-то концов. Да? Кто у нас там? Даятель. Да, он будет думать. Да ладно, сколько там еще той воды, куплю еще пару бутылочек, поставлю, лишь бы всем было хорошо. Ну ничего страшного, ну разлила чуть-чуть и все, да? Благотворитель скажет, так, может вам нужно новый паркет постелить и лаком покрыть, чтобы вообще было тут все хорошо, и воды купить еще ящик, пусть льют. Начальствующий что будет говорить? Это наш администратор. Она будет говорить, так, слушайте, ну надо, наверное, инструкцию написать вообще для пастырей, что они творят. И теперь Ашеров надо предупреждать, что такое может быть. И организует все, чтобы вся работа делалась, да? То есть смотрите, каждый подумал с расчета, с действия того, какое он имеет дарование. Но представьте себе, во вторник пастыр встречает и человека, который имеет дар пророчества, человек, который увещеватель, служитель. И он встретил, и ничего не спрашивает, а каждый рассказывает пастыру. Пастыр, вы представляете, что было? Ну я вообще не понимаю. Может вы мне покажете, где-то в Библии написано. А пастыр, как добрый пастыр, он говорит, Таня, ну мы разберемся, все хорошо. Он выслушал всех. Потом звонит, говорит, Лена, зайди, пожалуйста, ко мне. И говорит, ты знаешь, ну как служение прошло, что было, сколько людей покаялось. А потом скажет, слушай, ну мне тут делились вообще, к чему ты вообще ту воду вылила? И представьте, я ему говорю, пастыр, ну уборщица плохо полы помыла, оно блестело все там. И я там, чтобы ничего не видела, я просто хлестнула туда водичку и все. Вы можете себе представить? Вот согласно нашим дарованиям, мы думаем все не одинаково. И иногда из-за того, что мы думаем так, какое у меня есть дарование. И в церкви происходят конфликты, потому что каждый думает, что только я, вот так, как я подумал. Вот только так должно быть и никак по-другому. Конечно же, у нас есть свое мнение. И вот для этого нам нужно общение. Для этого мы должны настолько близко общаться, чтобы мы смогли не только увещевать или сказать, да слушай, да ну все хорошо, не переживай. Откуда мы знаем вообще, что она эту воду разлила? В этом ничего. Кто-то пострадал? Нет. Никто не ушел из церкви? Нет. Никого? Нет. Давай воздадим славу Господу. Аминь. Аллилуйя. Представьте, дарования наши, они имеют, ну, разный взгляд на одно и то же действие. Вот настолько мы с вами разные. И это очень важно, чтобы мы в церкви были разные. Потому что если вы посмотрите друг на друга, ну мы же не похожи, правда? Ну, Бог нас создал по образу и подобию, но мы разные. У нас ни у кого нет отпечатка пальцев одинаковых. Поэтому, смотрите, это может быть вот в начальной стадии такой препятствием для того, чтобы церковь была в единстве. Ведь это может быть, правда? Потому что если пастор Влад не вмешался, ну, где-то. А так пастор Влад всех погладил, всем сказал, что слушай, да не переживай, я разберусь, все будет хорошо. Слава Богу, пастор, что вы тут, поэтому к вам никто не придет во вторник. Слава Иисусу. Спасибо Богу. Хорошо. Ну, вот чтобы показать вам этот пример, нужно было вот, чтобы вы подумали. Хорошо. Есть ли у нас выход? Есть выход, да? Потому что в 15 главе 7 стих написано. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Нам просто нужно принимать, вне зависимости, какой я имею дар, какой Рита имеет, нам нужно принимать друг друга. Такие, как мы есть во Христе Иисусе. То есть мы с вами увидели, да, что у нас есть разные дарования, но у нас есть и выход. Не так, что, ну, теперь что, вот разные дарования, и каждый раз будет конфликт, не будет конфликта, потому что мы будем принимать друг друга. Потому что пройдет время, и человек будет меняться, и те дарования, которые он имеет, он будет использовать их для славы Божьей. Аминь. Хорошо. Это, ну, как бы один у нас такой фактор, да, был. Теперь давайте посмотрим на второй фактор. И мы сейчас почитаем опять, вернемся в Коринфянам, 12 глава. С 22 по 24 стих. Нам всегда, ну, не всегда неправильное слово, нам почему-то кажется, что, потому что мы, наверное, пришли из мира, да, и нам, мы иногда смотрим на лица. Мы смотрим и всех, кто-то змеется, говорит, ну, а на что же еще смотреть, ну, 100%, но я имею в виду лицеприятие. Тот хороший человек, тот не очень хороший, тот чисто одет, тот не чисто одет, тот, ну, вот говорит красиво, а тот даже не умеет говорить красиво, да. Но Слово Божье, давайте почитаем, что Слово Божье нам говорит. Мы читаем с 22 стиха. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попеченья. То есть есть слабости, есть в церкви какие-то слабости, да, но Слово Божье говорит нам о том, чтобы мы более проявляли о них заботу, попечение. Послушайте, меня настолько благословила вот в этой школе новая жизнь, пришла женщина, она училась, да, она не так думает, как мы, да, она немножко, ну, другая. Но, знаете, меня благословило то, что она настолько внимательно слушала, она настолько была, ну, знаете, вот, как правильно сказать, вот, она свою ценность, она переживала свою ценность. Она ценность, как любой ученик, она также вот понимала, что она ценность в этом классе. Настолько важно нам смотреть на тех людей, которые слабее, точно так же, как и на любого другого, который сильный. Ну, знаете, самое интересное то, что слышала такое высказывание, говорит пастор один, да, ну, конфликт такой был, и рассказывает каждый, каждый свой конфликт рассказывает и говорит о том, что караван идет, а собаки лают или как-то так, и он говорит, и каждого я выслушивал, и каждый считал себя караваном, а другого собакой, понимаете. Вот так иногда мы смотрим, ну, ну, слабейший человек, да, и мы почему-то себя выше него думаем, что, ну, это я лучше, я выше. Ну, есть слабые, и это, ну, как бы у нас такой перевод не очень, если мы другой перевод почитаем, там настолько, ну, четко сказано о том, что это именно те органы, они нужны, они необходимы, и не будет ничего, тело не будет функционировать нормально, если не будет этих органов, или эти органы будут болеть. Нам важно понимать, что эти люди так же ценны, потому что за них умер Христос. Не важно слабые, не слабейшие, за них умер Христос. Это такие же люди, как и мы с вами. И нам очень важно понимать, что мы те люди, которые проявляем любовь. Любовь, она покрывает. Аминь. Хорошо, первое, что у нас было. Различные дарования. Какой у нас выход? Церковь, какой у нас выход есть? Принимаем. Второе, слабейшие люди. Что мы делаем? Покрываем любовью. Различные дарования имеем. Да, что мы делаем? Мы принимаем. Слабейшие теле Христа. Мы проявляем любовь, покрываем любовью. Аминь. Слава тебе, Господь. Есть еще, конечно же, в нашем теле непонимание. Есть какие-то конфликты. Есть у кого-нибудь? Да, во всех. Но никто руку не поднимает. Одна я. Я одна такая. Хорошо. Знаете, для того, чтобы высвободилась сила Божья, мне нужно разрешать этот конфликт. Каждому из нас нужно понимать, что Бог, он смотрит на меня. Он Петру говорит, слушай, что тебе до него? Ты иди за мной. Да, Слово Божье говорит, наблюдайте за собой. И важность того, как мне, когда меня не принимают, когда есть какой-то конфликт, так как я буду реагировать на это? А у нас же, знаете, есть конфликты там, ну, такие, которые ты видишь, там, ну, кто-то там прям с такими эмоциями тебе рассказывает. А есть конфликты, они тихие конфликты. Так человек обиделся, ходит молча. И ты не знаешь вообще, почему он ходит молча. А ты понимаешь, что, ну, вроде бы, как бы ничего и не сделала, да? А человек где-то услышал что-то. Особенно, знаете, вот что касается сплетен. Это настолько важно просто при корню удалить это из тела Христова. Потому что если вы слышите о ком-то нехорошую вещь, вам нужно сказать, слушай, давай не будем говорить о ней без нее. Это очень важно. Потому что если я приду к Оксане, начну говорить ей, слушай, ты знаешь эту сестру? Она вообще, ты не представляешь. У Оксаны уже сложится о ней мнение. Из-за моих слов, из-за того, что я ей неправду сказала. И Оксана уже где-то ее увидит, и думает, ну, ничего себе сестра такая. А сестра ни сном, ни духом, что на нее наговорили там. Представляете? Есть какие-то непонимания между людьми. Послушайте, если у нас есть непонимание, я хочу вам сказать, что моя задача пойти и сказать, слушай, я тебя обидела, прости меня. Потому что мы можем в эмоциях что-то сказать. Можем от того, что, ну, как бы, я вообще не имела это в виду. У меня же дарование-то другое, понимаете. А у нее совсем другое. И она вообще поняла, неизвестно. Я говорю, слушай, прости. Прости меня, я виновата. Послушайте, если каждый из нас будет останавливать всякий негатив, который есть в теле Христовом. Мы сможем делать его работу, продолжая то, что нам сказал Иисус в Иоанна. Он сможет нами, как инструментом, пользоваться. Послушайте, для дьявола он за любую мелочь зацепится, только бы мы не шли вперед. Особенно, когда есть большой проект. Особенно, когда есть какое-то служение. И ты видишь, что Тасидар, будь благословена. И ты думаешь, да вроде как я ничего не сделала. Непонятно, че благословила, че просто рассказала тебе, иди в бухгалтерию. Но это моя задача. Церковь нам нужно сегодня услышать. Нам не нужно ждать от кого-то, что кто-то придет ко мне, потому что он виноват, она виновата, я иду примиряться. Потому что Бог говорит, что если у тебя есть что-то против брата твоего, ты пришел с жертвой, оставь жертву у жертвенника и пойди и примирись. Поэтому, если у нас есть непонимание, если у нас есть конфликты, что нам нужно сделать? Примириться. Первое. Что у нас было первое? Различные дарования. Что мы делаем? Какой у нас выход? Принимаем. Второе. Слабые люди. Что мы делаем? Покрываем любовью. Третье. Если у нас есть непонимание, конфликты, что мы делаем? Примиряемся. Послушайте, если мы посмотрим в Библии, ну, смотрите на Павла и Варнаву. У них был конфликт? Были непонимания. Думаешь, ого, апостол, ну дает. У них были непонимания. Непонимания могут быть. Послушайте, это рабочие какие-то процессы. Но если я приняла решение, вот пастор сегодня хорошее слово утром говорила, да? Если я приняла решение, изменить это не будет в моем сердце. Я первая пойду, и я примирюсь. Тогда Бог высвободит свою силу, чтобы мы в единстве продолжили работу Иисуса. Аминь. Слава тебе, Господь. Хорошо. Есть еще у нас один такой фактор. Я его назвала удаленность. Ну, удаленность не имеется в виду, что где-то в другом городе. А то, что мы сами удаляем себя друг от друга. Знаете, мы так привыкли сидеть на одном месте. Мы привыкли, если я в этом служении, чего я пойду вообще знакомиться с той сестрой, которая с другого служения. Но оно мне надо. А Иисус говорит нам о единстве. И для меня очень важно, чтобы я имела возможность общения с каждым, кто в его теле. И это также моя задача принять решение каждое воскресенье знакомиться с кем-то. Кого я еще не знаю. Церковь. Это трудно? Это не трудно. Но мы удаляем себя. Мы себя удаляем. Мы думаем, да, ну мне надо вообще. Ну и хорошо, ну и покаялись те люди. Ну есть же душепопечители, есть лидеры домашних групп. Вот пусть и работают с ними. Причем тут я вообще к новым людям. Я вам скажу сейчас по секрету. Давайте, вот если вы сегодня не знаете кого-то, кто в этом зале, подойдите обязательно после служения и познакомьтесь. А на следующее служение, сделайте то же самое. И никому не рассказывайте, что я на втором служении рассказала вам. Это секрет, который приносит успех. Это секрет, который дает церкви жить в единстве. Аминь, церковь. Хорошо. Кто помнит первое? Разное дарование, что мы делаем, принимаем. Второе. Слабые люди покрываем любовью. Третье. Конфликты, непонимания, что нам нужно сделать? Примириться. Мы с вами примиряемся. Спасибо, Господь, за эту возможность, за то, что ты даешь нам сегодня расти, изменяться. Благодарим тебя за то, что в нашем сердце есть сегодня желание, чтобы церковь твоя была в единстве. Четвертое у нас что было? Удаленность. Мы сами себя удаляем. А Бог говорит приблизьтесь. Его Слово говорит приблизьтесь ко мне. Мне нужно приблизиться. Поэтому, если есть, если я знаю, что у меня есть удаленность, то моя задача приблизиться. Сделать все возможное, чтобы приблизиться, чтобы в Его церкви было единство. Чтобы Он через Свою церковь сделал ту работу необходимую, которую Иисус закончил здесь на земле, но Он передал нам. Аминь. Хорошо. Еще есть у нас такой один момент, который, наверное, самый трудный. Это комфорт. Представьте себе, когда у тебя уже, ну, всех ты знаешь уже, у тебя уже налажено, ну, и в служении все, и тебе уже настолько все, ну, вот, все идет, служение идет, все хорошо. Но тут вдруг пастор говорит, так, мы начинаем новый проект, и для этого нам нужно прийти на ночную молитву, мы только начинаем с ночной молитвы, и потом у нас три дня поста, потом у нас служение, потом мы выходим на площадь, и ты думаешь, не, ну, у нас же были до этого проекты, зачем еще этот проект? Мне уже и так хорошо, ну, уже все настолько, и люди каются, что пастору вообще не хватает. Послушайте, вот это комфорт, который, вот, нам кажется, что нам, нам лучше, виднее, что, ну, как лучше для своей церкви. Я помню тот момент, когда пастор пригласил и говорит, тебе нужно учиться. Я думаю, да никогда. оно мне надо вообще. Ну, зачем мне вообще учиться? Я вообще не понимаю. Я уже школу позаканчивала, я уже все знаю, пастор. Ну, знаете, я-то думала, ну, вот так, а пастор думал глобальней. И для меня, ну, как бы, я, ну, все делается. Ну, что я могу вообще узнать на той учебе, чего я не знаю? Абсолютно ничего, думала я. Но настолько Бог благ, чтобы выводить из комфорта нас. Послушайте, ну, не всегда так легко, вот ты взял, встал и пошел. Есть моменты, где тебе нужно понять, что, если у тебя наступил комфорт, то нужно что-то менять. Нужно идти дальше. Смотрите, в Деяниях 10 глава, помните, когда Бог сказал Петру о том, что нужно спасти Корнилия. И представьте, ну, тогда у Петра вообще были непонятки, потому что вся 11, практически вся 11 глава говорит о том, что, ну, уже пересказывали то, что Петр сделал, как Бог пришел, как Он ему сказал спасти Корнилия. Спаслась, ну, представьте, идти к этому, кто он, военачальник, да, и нужно было спасти. Но Петр думал, ну, Иисус же ж мой только для евреев, при чем тут вообще тот военачальник? Зачем он мне надо? Зачем того алкоголика спасать вообще? Он мне 100 лет не надо. Я, у меня есть список, я молюсь за своих людей, мне хорошо, я не пойду спасать ни алкоголиков, ни наркоманов, ни тех людей, которые не имеют жилья, я не хочу. Есть другие люди, пусть они этими занимаются. Послушайте, мы иногда не понимаем, сами закрываемся. Я когда была на последней сессии, и у нас было там такое время, где мы брали уединение с Богом, и преподаватель нам сказал о том, что проведите это время, и если у вас есть какие-то вопросы неотвеченные, задайте их Богу. Знаете, что я иду и думаю, у меня есть вообще по три года неотвеченные вопросы, он мне сейчас за три часа ответит. Помните, и тут Дух Святой остановил и стал говорить в мое сердце. Я вам хочу сказать, мне было как-то, я говорю, Господь, прости меня. я Богу говорила такие вещи, знаете, я говорила, ну, Господь, мне просто легко с теми людьми, я могу им передать то, что вот я пережила, я могу им передать это, а то, что я не пережила, Дух Святой остановил и говорит, что ты можешь, ты ничего не можешь. Послушайте, мы сами по себе ничего не можем. Я смотрю, Господь, прости меня, я не могу. Да, мне легче, ну, послужить тем, что я пережила, но по сути, если Дух Святой не прикоснется, пережила я это, не пережила, ничего не произойдет, без Него ничего не произойдет. И иногда вот эти вот комфорт наш, он настолько ограничивает, останавливает нас. Скажу еще один пример, ну, то, что касается комфорта. Ну, вот, признаюсь сейчас перед вами, церковь, потому что я раньше, я настолько не любила людей, которые вот пьют. Я не знаю, почему, но у меня на них просто, я думаю, Господи, и когда я уверовала, понимаете, сяду в маршрутке, ну, идет через всю маршрутку идет, места свободные, сядет возле меня. Да что ж такое? Послушайте, ну, я уже настолько, я говорю, Господь, ну, я не хочу вообще с этими людьми общаться, я не знаю, что им говорить. И был такой момент, я захожу в магазин, и стоит пьяный человек, стоит вот так, за прилавком, и, значит, куртка у него одета вот на один рукав, второй рукав там, и я смотрю, у него кошелек толстый такой, и он падает. Я беру этот кошелек, говорю ему, слушай, где ты живешь? Он мне говорит, о, где ты взялась? Послушайте, и в этот момент я понимаю, что Дух Святой, он сейчас вот работает в его сердце. Я говорю, слушай, давай я тебя отведу домой. Я беру этот кошелек, он говорит, подожди, у меня тут еще есть одна куртка, берет свой свитер, представьте, и одевает его как куртку. Я думала, я его просто этим, я говорю, послушайте, давайте я вам помогу, где вы живете? И я понимаю, что вот я его взяла за руку, я его веду внутри себя, и говорю, Господь, помоги мне. Он мне показал подъезд, где он живет, я его, но в этот момент, вот, знаете, спасибо Богу за то, что он освободил меня. В тот момент он меня освободил. Я не реагирую сейчас на таких людей. ну, употребил, употребил, это же такое дело. Его Бог любит. Его Бог любит. И он хочет, каждого из нас, вне зависимости от того, пила я когда-то, не пила, он хочет, чтобы мы смогли посеять то семя, которое мы имеем, не свое, Божье. Знаете, сейчас очень много людей, которые вот, ну, неправильная ориентация. И мы так часто слышим, когда вот люди говорят, в церковь им нельзя, туда нельзя, и то нельзя, так как вы можете, и все. И знаете, я думаю, ну, а почему никто не решает, как им помочь? А где им? Где им помогать, если даже в церкви, ну, люди отвергают их? Послушайте, у нас есть глаза Христа, у нас есть сострадание к этим людям. Мы имеем, это не от себя, это Бог вложил в каждого из нас. И нам нужно не говорить о том, что, ну, зачем вы позволили им прийти в церковь? Нам нужно решать, тот вот Господь. Ведь мы же, вот сегодня, пастор Леся, хорошие вещи говорила, говорит, послушайте, мы не знаем, когда Бог прикоснется к нам. Мы можем уйти из зала, а последняя песня будет звучать, и Бог может прикоснуться к тебе. Ведь мы же не знаем, мы просим Бога. И мы не знаем того момента, когда Бог будет прикасаться, и когда Он будет менять наши жизни. Откуда мы знаем, те люди неправильной ориентации, если они будут стоять в зале, они переживут Бога. Что для нас важнее? Репутация моя, что Он возле меня сядет, или для нас важнее, то, как Христос о Нем думает. А Он привел его для того, чтобы кого-то из нас использовать, коснуться к Нему, и сказать, послушай, Иисус тебя любит. Иисус тебя любит точно так же, как и меня. И Бог дает нам, каждому из нас дает выход. Но нам нужно, знаете, когда приходит комфорт, нам нужно преодолевать. Преодолевать. Преодолевать те какие-то стеснения, те какие-то неудобства, свои мысли, потому что мне же кажется, что я знаю вот так. Нам нужно преодолевать. Тогда Господь сможет высвободить свою силу для своей церкви, чтобы мы исполнили и продолжили, продолжили дело, которое Иисус нам передал. А Он нам передал. Давайте вернемся в Иоанна. Иоанна 17 главу. Иисус молится. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Это Я. Ты можешь о себе так сказать? Это Я. Иисус молился обо Мне. Иисус молился обо Мне. Потому что Я Его церковь. Он избрал Меня, когда Меня еще не было вообще в проекте. И Он говорит, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут едины в нас. Да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня. Как уверует мир, что Иисус послал Меня? Только видя наше единство, мы сможем отобразить Бога, и мы сможем продолжить Его дело. Аминь, церковь. Аминь. Давайте вернемся, что у нас было первое. Различные дарования. Какой у нас есть выход? Принимаем этих людей, как Христос. Второе. Слабые люди. Какой выход? Покрываем любовью, потому что Иисус их любит, покрывает их любовью. Что у нас третье? Непонимание, конфликты. Что у нас, выход какой? От кого это зависит? От Меня лично. Я иду первая примиряться. Я не жду, пока придет моя сестра или брат, я пойду сама. Четвертое. Удаленность. Мы приближаемся. Для того, чтобы единство было в церкви, нам нужно приближаться. Слово Его говорит Ефесяна, вторая глава. Слово говорит, и приблизьтесь ко Мне. Поэтому нам нужно приближаться. Он приблизил нас к себе. Это мне нужно теперь приблизиться к Нему. Пятое. Комфорт. И какой у нас есть выход? Преодолеть. Преодолеть тот комфорт, который у нас есть. Аминь, церковь. Аминь. Давайте поднимемся, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня говорил в наши сердца. Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за эту возможность сегодня изменяться в Тебе, чтобы, Господь, сила единства Твоя, она была высвобождена через Твою церковь, Отец. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты каждого из нас избрал, Господь, чтобы мы были едины в Тебе, Отец. И чтобы Ты смог, Господь, сделать ту работу, которую Тебе необходима через Свою церковь. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой, за то, что Ты сегодня, Господь, каждого из нас, Господь, Ты поднимаешь, Господь, чтобы, Господь, мы смогли, Господь, быть послушными инструментами в Твоих руках. И мы верим сегодня, Господь, что церковь Твоя – это инструмент для этого мира. Церковь Твоя – это инструмент для этого города. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, пусть сегодня, Господь, каждое сердце, Отец, будет открытым для того, чтобы, Господь, мы смогли, Господь, двигаться в единстве Твоем во имя Иисуса Христа. Драгоценный Дух Святой, мы сегодня, Господь, простираем к Тебе руки, и мы просим Тебя, говори в наши сердца, изменяй, Господь, наше мышление. Мы хотим, Господь, продолжать Твое дело, Господь, которое Ты начал, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься ходатаем за нас, Господь, пред Отцом, Господь. И мы Твоя церковь сегодня, Господь. Мы Твой народ, Отец. И мы просим Тебя, помоги, Господь, нам быть в единстве. Помоги, Господь, нам преодолевать, Господь, те препятствия, которые есть сегодня в нашей церкви. Мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой. Боже, помоги, Господь, преодолевать сегодня, Господь, церквям, Господь, церквям в городе, в нашем, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, каждая церковь осознает, Господь, что единство – это важный инструмент для тела Твоего. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня, Господь, избрал нас, Господь, чтобы делать, Господь, то, что Ты хочешь в этом городе и за пределами этого города. И мы просим Тебя, Отец, сегодня, сияй через нас, Отец. Мы сегодня отрекаемся, Господь, от всего, что не славит Тебя. Мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, прости каждого из нас за то, что мы где-то были черствыми, за то, что, Господь, мы не понимали что-то, конфликтовали, Господь, за то, что мы удаляли себя. Господь, прости, Господь, за то, что кто-то из нас засиделся в комфорте, Отец. Мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, чтобы те дарования, которые Ты дал, Господь, нам в Своем Слове, чтобы эти дарования, они были использованы только для единства Твоего. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь, Господь, нам это общение. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. И мы просим Тебя сегодня, помоги, Господь, нам, каждому из нас сегодня, измениться, преобразиться в Твой образ и в Твое подобие. Во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе, Господь. Я благословляю, Господь, Твою церковь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что это слово, живое слово, которое будет производить свои действия и перемены в Твоей церкви. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что мы сегодня едины в Тебе, Господь. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, Боже, двигайся через церковь свою, через каждого из нас, Господь, чтобы мы увидели много плода в Твоем царстве. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, честь и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя, церковь, воздайте славу Господу.